Бесовщина. Ни от чего не зависит. Все зависит от Бога. А Бог един. Трех лицах. Все. Ну и вопроса никакого у тебя и нету. Нет никакого вопроса-то. А вот женщины там в разных местах. Ну, женщины легкомысленные о создании. Они приходят. Вот как вчера пошел милиционер, идет сзади там, обнял ее, пошел. Я думаю, свою жену при людях кто будет обнимать? Вот она тут, бабенка, все это, меня все фотографируете, не давала согласия. Да твое согласие дома сидит около мужа. И все распишутся, получат зарплату. Почему? Преступников наловить. Вот с такими пузенями милиция-то. Их Мургалиев разгонял. Всех пузатых милиционеров уволить. Пузатых. Это не в приказе. Слово пузатые, я первый раз встречаю такое. А они вот, они все пузатые. Он ничего не отвечает. Вот где-то преступление своровали. Он никого не поймает, не найдет. Куда он с такой утробой? Он только деньги получает и блудит. И больше ничего у него нету. А тут работа. Ребятишки не обороняются. Да если бы дети оборонялись, даже просто. Мусульманские дети. Это они бы захристали его прутьями. А он знает. Пришел сюда, сейчас распишется. Да. Он ликвидировал детский лагерь, разогнал. Ну что такое бугай не разогонит-то? Рога, бешеные кровавые глаза он разгонит, конечно. С детьми воюет. Им ни стыда, нет ничего. Самое гнусное, что было в Советском Союзе, они перетащили сюда. Заранее настроен против. Едут. Еще не знают, что у меня здесь. Уже понятых специально берут. Понятые уже с ними. Потому что в место никто не пойдет понятые. А она берет с собой. Вот написала, ты должен упал. Ты меня ограбил и норма даешь, чтобы я не ел редьку. Я к примеру говорю, не ел морковку, а ел только бананы, ананасы, арахис жевал. А где я возьму это? Ну а как же там вот такая-то Ксения Собчак. Мало ли, что собачка не лает. Не, она зачем? Там такая шкура, на нее смотреть страшно. Она матерится и пьяная, тащит ее за ноги. Такая скверная, глядеть невозможно где-то. Ее там Жириновский, кажется, пропесочил. Она, ну ей дают за это. Дают. Это полезно. И она питается этим. Без чего? Я как-то дорогой ехал. И четыре мужика сидят и говорят. А вот я сейчас по телевизору смотрел, Пугачева выступает. А она тогда еще неизвестна была. Мужики говорят, вокруг ее. Она говорит, ноги задирает выше головой. Талант, бесстыдство. Талант, бесстыдство. И она болеет и не понимает, от чего она болеет. Особенно, когда она стала заступать за Кристину, что сына ее внука Руслана отнимает, она за чеченца вышла. Разошлись. Но ощущения ставили. Сына-то не отдает Тимура. А она думала, сейчас мама, Алла Борисовна, она сейчас ее отнимет. Может быть, она до президента дошла. Не отдали. Я не знаю, кто из них выступал. Но сказал, это у них народное такое обычай. И трогать не надо. Ну, свидание можно дать. А так нет. Все, отнял сына. Разговоры нет. Ты знала, за кого замуж выходишь? За Джигита. Догоняй его теперь. И все. Она-то думала, она знатная. Она там прима какая-то. Какая она? Прима Мадонна еще. Безобразненький. Еще звезда. Да какая звезда? Срам один. И все. Ребенка нету. А она уж там... Дочка за матерью. Мать выходит 60 лет уж замужем. На мальчиках женится. Замуж выходит. Нам это надо. Просто на мирное так глянь. И ты увидишь, сколько там всего. Они с ним не воюют. Почему он сам такой? Приехал воевать. Они со мной хотели поговорить. Не поговорить. Ордер вылучить. Никогда ничего не берите. Нам это не надо. Эх, упор не вижу. Машкара вокруг. Они ничего не делают. Денег дать на лагерь не могут. Ничего нету. Охранять нас они не охраняют. Он пришел и спит там. С какой шмарой прелюбодейкой. Откуда я знаю. Ну, бесчестный его по глазам видать. Опухший. То есть, ни порошинки совести нету. Хоть бы один из них. Вот вызвали, сказали в прокуратуру. Езжайте в детский православный лагерь там закройте. Сказал, да вы что, с ума сошли? Не один. Вот стали вот там увольнять профессоров. Менделеев Дмитрий Иванович вышел и сказал, а я не согласен. Ну и как? Ничего, ухожу за штат. Встал и ушел. Почему? Тех, которые его увольняли, мы их имен не знаем. Мы его знаем. Всемирный ученый. Да он по каким отраслям работал. Менделеев, таблица главная. Он не побоялся. Встал и сказал, я не пойду. Мне не надо. Никогда, нигде не встану. Я помню, в Новосибирске было. Сказали, сфотографируется. Ну, сказали, я сфотографировался. Фотография большая, довольно, вот такого размера. Я говорю, для чего она? Да на пропуск. У нас пропуска были. А эта большая, меня заинтересовало. А почему? Военный завод. Военный? Советское время. Я пошел сразу узнавать. Да, это военный завод. Мы уже все в военном заводе будем. Ну, ладно. А оттуда снимать? Я сразу заявление настал. Прошу уволить. А почему? Да больше я не приду ни разу. Это военный завод. Я мерзший человек. Все буду. Да вам какое разница? Вы только станки устанавливайте. Зачем я буду станки, которые готовят оружие, убивать людей беззащитных? Стал и ушел. Мне есть что вспоминать. Я никогда на поводу не пойду у этих, которые воюют. Мне это не надо. А защищать от врагов. Да враги-то здесь. Свои враги-то хуже. Вот Лев Толстой, это пишет Александр Нежный. Он дал учение, что непротивление зму насилием. И молодые ребята, толстовцы, так и всех, кто называлось, толстовцы, они не пошли воевать. Советская власть такая хорошая. Все. Так ты пойдешь воевать или нет? Нам защищать Родину. Придут тебя, убьют. Да кто меня убьет и кому нужен? Не пойдешь к ней? Нет, их расстреляли всех. Да враг-то не пришел, уже расстреляли. Им по 18 лет они письма домой пишут, что все, приговорили к смертной казни. Потому что я не пошел защищаться от врагов. А враг-то вот он рядом. У меня и расстрелял свой. А то нет больше любви, как положить душу. Положить душу, ну и не вытряхнуть из другого душу. Все путаете-то. Ты-то идешь не душу положить-то. А учишься спрятаться, положи душу, выйди. А ты идешь убивать, душу вытряхивать. Но тут-то все налицо. Кто идет в плен, сам пойдет в плен. Что тебе непонятно? А вот у тебя сейчас сказали, я пошел сейчас за малиной, и вдруг там лежу раненый, лежит чеченец в малине. Ну, убегал там, в жизни все бывает. А что бы вы сделали? Ну, попятился от него. А ты бы увидел у него автомат на тебя. Я бы на колени сразу встал, начал молиться, поднял руки. Стал Господу вызывать, чтобы он его обратил. Ну, а дальше? Ну, ведь я один, никого нет. А что бы я убивал-то? Я спросил бы его, ты что здесь раненый? И показал бы рану. Ну, я бы ему сказал, куда заползти и сиди здесь. Чтобы мне незаметно было, я вечерком приду к тебе. Принес бы лекарства, еды. И стал бы с ним говорить о мире. Чтобы он автомат оставил. Чтобы он никогда не стремился к убийству. А потом бы вывезти его, чтобы был шофер. Отправил на родину. Все. Мирного человека приобрел. А что должен был? Я бы сразу его пошел, заявил в милицию, предал его. Он враг. Твой враг. Или государственный враг. Ты что путаешь-то? Мне он не враг. Государство, я его сделал другом. Конечно, это все такое примитивное, глупое. Пока не коснулось. А вот как коснулось, так завослили сразу. Подожди вот. Как отец говорил, шурахнет из-за угла пыльным мешком-то. И все, говорит, откатывают им здесь. И все кончилось. Кресниться только во сне-то, в китайской власти. Они в Бога вообще не верят. Они будут расстреливать не десятками, а тысячами, миллионами. И куда эти тогда делаете надзоры, раздоры. Ты за собой надзираешь. Зачем за мной смотреть? У нас все есть. Хлеб, Володя, стряпается. Вы побыли здесь сколько? Сколько вы побыли? Недели две, наверное? Три. Больше? Три? Ну что, плохо было? Сытые, обутые, купались, дружили. Девочки друг друга познали. Вон сколько смотрели. Будете вспоминать. На свежем воздухе. Смотри, какое все. Ходили на экскурсию за ягодами. Кино смотрели. Молились. Храмили. Вот эта жизнь полнокровная. И нам это не в тягость. Так, поели? Так, Миша. За столом я смею. Ну да пей. И покажи кружку. Кружки все покажите, чтобы в них ничего не осталось. Вон, махни рукой-то. Ну глянь, вон там кружку поднимают. Ну что сбились в кучу-то? Так. Кружки все покажите. Еще одно не хватает? Не хватит. Вот они мои хорошие. Господи, слава тебе. Боже, благодарим тебя. Нет иного Бога, кроме тебя, столь любящего создание свое. Благослови детей и враждующих. Вот уменьши их сердца. Дабы они не тревожили нас. Дабы дети с миром могли приехать домой. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Часок примерно. Хотя надо в два часа, но так. И ляжься отдохнуть в постельку. А кто не хочет, может книжки читать, но не шуметь. Договорились? Да. Чтобы в храме вы не дремали. Хотя у нас трудно не задремать. Все по-сарковно-славянски. Вот помню, дети научились, когда батюшка, служил в два раза длиннее, а с лишним. А батюшка будет сегодня. Будет. Так некоторые даже не любят работать. Я согласен дрова пилить. Даже дрова пилить будет, только в храм, чтобы не идти. А почему? Да мы же это сделали. А если бы так было составлено, чтобы он участвовал в этом ребенок. Ну, мы интересно. А давайте викторину сейчас построим. Они будут усердствовать. Ну, расскажи ему что-то. Не грызь и ногти. Нельзя это в рот брать пальцы. Вот так. А у тебя что здесь такое? Кашка? Убрать ее? Помоги обобрать ее. А то я вороби заклею. Они не знают, как делать. Они не знают, как делать. Они не знают, как делать. И только 45 минут. 45 минут и дальше отдых. Человек не способен это. Это не понимают. Это монахи, которые ничем не занимаются. Они половину времени. Ну, хотя бы... Ну, хотя бы... Ну, делайте. Если нас считаете необходимым. Я считаю, вывезти с ними, побеседовать там. А мы выводили беседу в время канона. Ну, больше я ничего не могу сказать. Спасибо, Христос, что вы не приняли. Для меня лагерь был большим утешением. Ну, видишь, как. У нас все открыто. Мы ничего не придумывали. Совершенно естественно. И вот в этой естественности Господь находит. Нам никто ни Евангелия не давал ничего. Мы Бога искали, видели во всем окружающем. Нам только надо было сказать о Христе. Об этом мы и говорим. Я очень благодарна, потому что я молилась, когда я еще была баптистом, там православная церковь вернулась. Я молилась в том, чтобы Господь указал у меня евангельских православных, потому что написано, к святым, которые на земле, где нам твоим, к ним все устремление, вот так. Держись этого пути. Православие в истине своей, оно идет от апостольских времен. Да, я знаю, мне многие баптисты говорят, вы на истории смотрите, надо смотреть на Христа. Да, это на Христа. А Христос это история. А скажи, откуда ты год свое рождение взял? Откуда твое имя? Хоть что не возьми, все связано с историей, в истории. Такого-то Господь назначил по истории это время, а по времени, говорит, еще не живет и кончится. Поток пришел, история, история, мы это все знаем. Нам необходимо это знать. А секта любая возникает, она не от Бога. Это все Сатана придумал, отделиться, правильно как будто все. А когда посмотришь, правда, это ликовые. Провозглашает себя. Я генерал, а какой я генерал, я сержант, смотрите. Держись то, что имеешь. Так, ну-ка, покажи, а кто ты взял? А где ты взял? У нас, у нас там в коробке лежит. Так наша коробка, это моя бумага. А зачем взяли-то? Вы с тобой разрешили, наверное? Ну, кто разрешить может, моя бумага? Ну-ка, покажи. Я работал, вот у меня шли на переплет, порзаться. Давай, 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 я дал, я дал. Иначе она еще таит. А там несколько листочков было.